Все социальные обязательства, несмотря на сложный бюджет, в 2016 году округом будут выполнены. Об этом заявила главная финансист региона Татьяна Лагвиненко. Проект финансового документа изучили на заседании администрации. Кроме того, в повестку заседания включили вопросы, касающиеся налогообложения и поддержки регионального бизнеса. Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, касался поддержки малого и среднего бизнеса на территории округа. Проект закона предусматривает налоговые льготы для некоторых видов предпринимательской деятельности. Расширен перечень, добавленные в соответствии с федеральным законодательством бытовые услуги. Также появилась возможность дифференцировать налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для всех юридических видов субъектов малого и среднего предпринимательства в зависимости от вида деятельности. И расширен перечень видов деятельности, для которых возможно применение патентной системы налогообложения. Сейчас в действующий закон о патентной системе налогообложения включены 45 видов деятельности. Предлагается этот перечень увеличить до 61 вида. По патентной системе налогообложения для такого вида деятельности, как оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, сумма потенциального годового дохода предполагается изменить с 500 тысяч рублей до 270 тысяч. Как пояснили представители Департамента финансов, данный налог является неподъемным для предпринимателей, осуществляющих этот вид деятельности. Ощутимые снижения затронуты розничную торговлю. Изменить размер потенциально возможного дохода для объектов, осуществляющих розничную торговлю, через объекты стационарной торговли, площади торгового зала не более 50 квадратных метров. В действующем законе 4 миллиона рублей, меньше до 2 тысяч рублей. На Ринмаре и в поселке Искатели. Из 2 миллионов рублей до 1 миллиона рублей на сельских территориях. Также участники заседания рассмотрели вопросы содействия в переселении на территории округа соотечественников, проживающих за рубежом в бывших республиках Союза. Предлагается переселить 290 соотечественников, из них 220 участников, 70 членов. Что касается финансирования, здесь оно предусмотрено небольшое, но есть срок реализации чуть больше 5 миллионов. Данная программа по переселению соотечественников будет способствовать привлечению квалифицированных кадров на территории округа. На сегодняшний день в регионе присутствует существенный дефицит специалистов в области здравоохранения и образования. Главным вопросом на заседании стал проект бюджета на следующий год. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные обязательства перед гражданами округа будут выполнены. Вы видите, по бюджету очень сильно снижены расходы, практически по всем департаментам. Также мы восстановили те расходы, которые были в свое время в июне-июле сняты, все здесь с недостатком средств в бюджете. Конечно, ситуация сейчас очень сложная. Никто все равно не ожидал, что деньги не появятся в бюджете, потому что все думали, в июне-то ладно, пережили, в декабре они появятся. На сегодняшний момент мы живем в кредитном. Все социальные обязательства и содержание всей сети учреждений мы продолжаем финансировать, и они идут, так сказать, в первоочередном порядке. Все проекты законов на заседание были приняты. Далее они будут вынесены на рассмотрение депутатов окружного парламента.